Приветствую вас! И обычно люди используют те свои стороны, те свои способности, те свои достоинства, которые у них развиты наиболее сильно. Мужчина, если он молчит, если он не говорит, но при этом стремится за счет прикосновений проявить к вам свою сдачу, свое стремление быть с вами и так далее, скорее всего просто понимает, что в разговоре он не очень-то силен. Ну, есть вот такие люди, которые не разговаривали принцип. Они могут, знаете, они могут молчать, они могут ограничиваться несколькими словами всего лишь, но при этом эти люди в достаточной степени не менее душевные, не менее надежные, не менее преданные, а то и иногда в большей степени. К словам такого человека требуется прислушиваться куда более значительно, куда более тщательно, именно в силу того, что он говорит редко. То есть поведение мужчины означает, по сути дела, что он не пытается начинать с вами разговор, так как считает, что слова не его конек. В чем он силен, конечно, можно только догадываться, в чем его преимущество, в чем его достоинство, можно только предполагать. Мне бы это не хотелось, но однозначно мужчина к вам неравнодушен, но он берет не словами, а именно вот непосредственные близости. Вам решать, принимаете ли вы такое его отношение, принимаете ли вы такое взаимодействие с человеком, да, то есть вот вам, например, немножечко странно подобное проявление чувства. А для человека это, по сути, единственный способ изъявления своих симпатий, например, по отношению к вам. Ну, иногда людям бывает вполне себе комфортно, когда один человек говорит, а другой слушает. Если вас это устраивает, если вы не чувствуете напряжения, не чувствуете дискомфорта, не чувствуете какого-либо недовольства, а наоборот, чувствуете спокойствие, гармонию, удовлетворение, то я думаю, что ничего странного в поведении мужчины нет. Другое дело, если вам это не нравится, если вы видите вот какую-то угрозу, то большому человеку об этом нужно сказать, что вы принимаете его таким, как он есть, но хотели бы, чтобы он немножечко, ну, немножечко больше разговаривал. Или постарался вам объяснить, почему он не разговаривает, почему он молчит. Если у него есть какой-то страх, какой-то комплекс, какие-то проблемы, то вы приглашите ему свою помощь, и тогда все будет нормально. Мужчина со временем расслабится и, возможно, будет разговаривать больше. Такое тоже очень часто бывает. То есть тут все зависит от того, как вы относитесь к мужчине и к мужчине, и готовы ли вы принимать вот эту вот его неизговорчивость. Потому что формально первые шаги к вам он делает. Он подходит, он старается к вам прикоснуться. Это первые шаги. Да, это шаги невербальные. Да, это не слава. Но иногда, а в нашем мире, может быть, это даже и хорошо. Может быть, это даже и лучше, чем если бы мужчина, например, только бы разговаривал с вами, и все. Знаете, сейчас очень многие женщины жалуются на то, что их мужчины вот только разговаривают, только говорят-говорят и ничего не делают. Это не их расчет. И я думаю, что в этом контексте все зависит от именно ваших предпочтений. Вот как вам нравится, как иную на это ориентироваться. На то, что вам нравится, на то, что вам комфортно. Мужчина, в принципе, если таково ваше желание общаться, мужчина, в принципе, мог бы, я думаю, как-то более активно общаться. Пусть не при людях, пусть только с вами наедине, ну, хотя бы так. И не было бы ему рассказать о том, а почему он так себя ведет. Если это просто немногословность, часто характера такая, это одно. Если это вследствие каких-то проблем, комплексов, неуверенности в себе, это другое. Это решается, с этим можно работать, это можно купировать, это можно уменьшить. Все зависит от вашего желания и желания мужчины. Но главное, на самом деле, это все-таки комфорт. Комфорт ваш личный и комфорт другого человека. Если он есть, то остальное, я думаю, не важно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личику «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.